Интересно, как к подобному увлечению приманить, перехитрить относятся женщины. Валерий Финёв накануне 8 марта о женском взгляде на жизнь. Это Анжелика Дубровская, одна из тех редких девушек, которая работает на заводе крановщиком. Где-то что-то подобное уже слышали, а может и видели, вы не ошиблись. Мы с вами находимся в цехах этого знаменитого завода. Это Катя Тихомирова, единственная девушка на заводе, которая работает слесарем-наладчиком. Вот уже четвертое десятилетие. По стопам киногруппы из оскароносного фильма журналисты накануне 8 марта колесят по заводам и пристают к сотрудникам юбки с одним и тем же вопросом. Почему вы выбрали такую неженскую профессию? Родители не сказать, что совсем уж были против, но не очень-то одобрили мой выбор быть крановщиком. Мама особенно, потому что лучше бы я сидела в офисе, как она говорит. Они все так же терпеливо отвечают. Вот Анжелика в свои 22 уже имеет опыт офисного работника. Потом решила, хватит. С детства увлекалась не куклами, а техникой. А тут и вакансии на Тихвинском заводе появились. Профессия требует особой осторожности, аккуратности. Мне кажется, женщина даже больше подходит. Ведь это не работа не силовая, а больше такая умственная и требует чуткости, внимательности. Чуткость крановщик с роковым для мужчин именем проявила тут же. Раз махнула рукой, чуть повела пальчиком. И вот уже внизу ей покорно подчиняются. Четыре крюка. Четыре крюка. Надо два крючка снять, чтобы тару перемещать на четырех крюка. Кстати, мы все пытались назвать Анжелику крановщицей. Она постоянно поправляла крановщик. Просим сделать несколько дублей, как режиссер известного фильма. Вот герой сюжета идет на рабочее место. Но это разве походка рабочего так по подиуму ходит? Вот и про Анжелику. Летящей походкой ты вышла из крана. И прошла мимо сварщица. Сварщика, Екатерина. Екатерина сваривает балки будущих грузовых железнодорожных вагонов. Кстати, так же поправляет. Она именно сваривает. Варят суп на плите. И все та же история. В прошлом вполне женская профессия. А дальше логика, убивающая на повал. Я хотела сменить что-то в своей жизни. Ну и устроиться на хорошую работу, стабильную, с нормальным заработком. Подала анкету на завод. И пригласили, набирали просто сварщиков. Так она и сменила шапочку продавца в продовольственном магазине на маску сварщика. И вот она, новая жизнь. Кто докажет теперь, что сварить балки – дело не женское. Говорят, что у женщин все тоньше. Да. Не тоньше, четче, красивее, правильнее. Женщины более старательные. Стараются делать все правильно, а не быстро. Если бы Екатерина добавила, что она на досуге еще и крестиком сваривает, поверила бы, но не до шуток на производстве все-таки. Здесь, как уверяет сварщик, вообще нет мужчин и женщин. Кругом одни коллеги. А вот Марина не коллега-наставник больше по основам экологически чистого образа жизни. А еще по совместительству староста деревни Большие Горки. Поздравляем Марину с наступающим женским днем не где-нибудь, а у помойки. Староста почти полгода била с жителями, чтобы те перестали воспринимать отходы, как мусор. Отбегало десятки компаний в поисках тех, кто готов был вывозить тару из деревни. Все отказывались, объемы не те, но ведь нашла. Было по-разному. И пакеты ставили, и на ходу выбрасывался мусор в россыпью. Но в конце концов вода камень точит. И люди увидели, что может быть по-другому. Кстати, контейнеры – это еще один способ узнать, как живут посельчане. Сколько пивных бутылок, сколько чего покрепче и сразу ясно. Как деревня в выходные провела. Такая вот маленькая женская хитрость. Неожиданно и непредсказуемо это про женщин. Поэтому, возможно, в следующем году журналисты-мужчины поют искать женщин с неженской профессией. Все с тем же вопросом, но с полной уверенностью, что ответ уж точно породит. Ведь это, кажется, их вечное призвание – удивлять. А ты, оказывается, героиня труда. А тебя на том что-нибудь не устраивает? Да нет, я даже... Польщен. Валерий Фенев, Виктор Туров, Андрей Смирнов, Антон Пушукевич. Ленинградское время.